Разговор за чашкой чая по душам временно исполняющей обязанности начальника управления соцзащиты области Анна Рехова в таком формате периодически общается с постояльцами жемчужины леса. Но в этот раз гости особенные. 13 марта сюда заселились более 60 беженцев с Донбасса, потому именно к ним сейчас приковано все внимание. Мы максимально возможно сейчас привлекли предпринимателей, в том числе предпринимателей Рассказовского района. Нам передали свою продукцию. Депутаты областной думы, личные средства тех, кого я перечислила, тоже на это пошли. И у нас сегодня открывается так называемый банк вещей, это специально оборудованное помещение, где вот эти все необходимые для наших гостей предметы обихода, одежды будут размещены, и они себе выберут то, что им необходимо. В этой просторной комнате буквально небольшой бесплатный магазин вещей. Их заботливо доставили волонтеры и простые жители области. Верхняя и нижняя одежда, предметы личной гигиены, канцелярские товары, краски, карандаши, бумага. Все это буквально за последние 2-3 дня привезли сюда неравнодушные жители Тамбова и области. Все это теперь поможет наладить мирную жизнь тем, кто буквально несколько дней назад вернулся из зоны боевых действий. Масса вещей еще в коробках. Их предстоит разобрать. А тем временем мы отправляемся в гости к одной из семей. Елена Волобуева приехала с детьми и племянницей из Горловки, что в ДНР последние дни, которые прожили дома, прошли в постоянном страхе. Обстрел, конечно, у нас очень сильный, очень большой, потому что каждый день стреляют, каждый день центр. Раньше в 14-15 не так сильно центр били, а сейчас начали по центру. Просто комсомолец у нас там поселок разбили. У меня на глубокое еще секруха осталась, тоже с мужем. Там вообще, там они с подвалов, они просто не выходят. В жемчужине леса они буквально ожили. Дети начали играть, заводить новых друзей. У них появились увлечения. Много появилось друзей, очень классно. Нам тут понравилось. Очень директор, очень хороший. Воспитатели очень хорошие. Кормят вкусно и хорошо кормят. Ребята, которые ходят в начальную школу, будут учиться здесь же. Те, кто постарше, уже готовятся стать студентами колледжей. Всем, кому необходимо, оказывают медицинскую, психологическую и правовую помощь, предлагают рабочие места. Эта поддержка делает свое дело. Люди постепенно отогреваются душой и получают силы жить и работать дальше. Дмитрий Шапкин, Евгений Михеев, Александр Щеднов. Область новостей.